Сегодня Гродно это яркий, цветущий, жизнерадостный город, устремленный в будущее. Определенную лепту здесь вносит ежегодный смотр-конкурс на лучшее благоустройство и цветочное оформление территории областного центра. Накануне на заседании Гродненского городского исполнительного комитета были озвучены его итоги. В текущем году конкурс проводился в 13 номинациях. Определить с первого раза победителей и призеров не удалось. Хочу отметить, что в первый раз заседание комиссии пришлось повторить в связи с достаточно низким качеством материалов, представленных обеими администрациями, как по качеству фотоматериалов, так и по перечню объектов. На сегодняшний день имеется протокол комиссии, где в результатах обсуждения и голосования выработаны предложения для утверждения решения горосполкома в каждой номинации конкретно. В частности, лучшим объектом промышленности признана открытое акционерное общество «Гродненская табачная фабрика». Предприятие решило облагородить свой внутренний дворик для того, чтобы сотрудники во время перерывов могли не только подышать свежим воздухом, но и глаз порадовать. По оформлению зоны отдыха использованы фирменные цветофабрики и логотипы выпускаемой продукции. В номинации «Лучшее благоустройство учреждения здравоохранения» первое место присуждено Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Кукольный театр победил в номинации «Лучшее учреждение культуры». Лучшим учреждением образования стал Гродненский государственный аграрный университет. Среди дошкольных учреждений образования «Пальма первенства» досталось Яслисаду номер 85 по улице Болдина. Определены также лучшие дворы многоэтажной застройки, подъезды, балконы. Победителям смотра конкурса «Лучшее благоустройство и цветочное оформление городской среды» между районами города за 2013 год признан Октябрьский район. Председатель Гродненского горосполкома Андрей Худык высказал некоторые претензии к организации проведения конкурса. По его словам, не все предприятия и организации серьезно подошли к ежегодному смотру. Мне бы хотелось, конечно, чтобы они не были просто формализмом, вот эти конкурсы, и наши итоги, подводя их, и еще какие-то копейки там напрягались, мы тратим на это, а чтобы на самом деле это было каким-то, значит, действенным нашим управленческим решением или стимулом. Некоторые замечания возникли у мэра и к работе комиссии, которая занималась подведением итогов городского смотра конкурса. Комиссия, если бы она работала на протяжении всего периода, весенне-летнего, осеннего периода, подстегивая каким-то образом вот эту нужную работу для города, наведение порядка на земле, оформление цветочное, архитектурное там и оформление в целом фасадов и так далее, то, наверное, было бы больше у нас каких-то сегодня уже объектов, которыми мы могли бы там порадоваться. И вообще, наверное, было бы намного сложнее тут определить, кто из них на самом деле лучше. А так пока я хочу сказать, что работы какой-то пользы с этого не получилось, которую, наверное, предполагалось. Всего в повестку дня очередного заседания Гродненского городского исполнительного комитета было включено пять пунктов. Речь также шла об арендных отношениях, списании имущества и других актуальных вопросах жизнедеятельности областного центра. По всем из них были приняты конкретные решения.